Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас есть необычная башня, это у нас эпическая башня, их здесь натыкали довольно много, есть у нас еще и обычная, но в чем прикол, нам предлагают сразиться всего лишь с одним противником, даже не просто с одной битвой, а все это будет всего лишь один противник, и это будет Тиранно Саурус Рексус, и нам нужно четырьмя животными, но в общем с трех попыток, скажем так, его победить, то есть вы поняли, короче, итак, между вами и наградой за ударное событие лишь одна преграда, Тиранно Саурус Рекс, да-да-да, противостоять королю динозавров вам помогут быстрые существа с высоким уроном и способностями вроде наскока, или существа, которые могут снизить вражеский урон, так, вот, ну тут понятное дело, что рапторы все пойдут, я ищу вот, у кого снижение есть, вот это вот, кстати, ребятки тоже все хорошо подходят индоминус даже неплохой, конечно интересно, индоминус загнется быстро или не быстро так, можно, представьте, взять одного индоминуса так, а ну-ка, что здесь есть, минус 90 на один ход, но это не выдержит, то есть, как бы сколько там у Тираннозавра будет ожитла пять тысяч елки-палки жизни, у него сквозь щит, сквозь, есть пробивалочка урон, два косаря, у-у-у-у, то есть, он с одного удара будет ложить всех практически, то есть, ну только снижение атаки нам поможет ну, хочется индоминусом попробовать, ну, знаете, здесь же, как бы, сами понимаете права на ошибку нет, одно поражение и все но одно и вторая попытка или вообще никак так, это нет, это нет, это нет ну, вот, да, вот раз, вот два, вот три то есть, ну, этот понятно, что не выдержит этот тоже нет ну, типа, ну, вот-вот-вот, я думаю, брать индоминус или не брать а, ну, то есть, мы его по-любому-то берем и он даже ходит первым ой, 102 подождите, это, что, когда-то нерфили, да, что-то я думал, что 106 у него а тут 107 ну, ладно, давайте рискнем, что ли в каком плане рискнем мы начнем с шустрика ну, допустим, с него снизим урон подменимся на индоминуса и там вот попробуем я понимаю, что я его могу легко там добить, все дела ну, посмотрим, переживет ли индоминус ну, специально, да, я могу его убить проблем нет ну, не фартануло придется его убивать, значит значит, обычными давайте возьмем юта зинораптора сделаем то же самое там снижение урона было, наверное, у переритатора низкое пробил ну, у него-то уже больше больше нету ну, у нас тут 1600, по-моему, сила удара получается ну, это победа, ребята да, от 1848 даже хух, интересно, какая награда, да ну, такого 30-го уровня я еще никогда не сражался был, как у нас 26-й а, были 3 раптора 24, 25, 26 11 тысяч монет димитродончик второго поколения и гуанодончик так, ну, это все мелочь, это все мелочь редкий дракорекс, такое себе кентразавр, пусть будет у нас он пойдет на гибридов и да, да, да мы можем, ребятки, создать раджазавра раджазавра, ха-ха ну, что, создаем его давайте пойдем тогда его и создадим тадам, это мой последний динозавр, среди обычных которого я не создал еще а, такой прикольный как будто бы из золота родился раджазавр ну, здесь вот он, раджа раджазавр я что-то привык на раджастегу ну, подумал про раджастегу в Jurassic World The Game но он как мой юнгозавр только, ну, с рогом конечно, морда совсем другая какая-то ну, вообще он не похож для меня на какого-то динозавра из которого я так визуально помню не помню, чтобы так раджазавр на картинках выглядел вот так а как вы, ребятки, помните выглядит ли этот раджазавр так как бы вы его видели в научных каких-то книжках и, ну, в таких достоверных фотографиях потому что я просто не помню как именно вот там рисовался раджазавр ну, вот такой вот прикольный красавчик ой, он всего лишь 11 уровня всего лишь 11 уровня, ребятки тогда что? тогда мы его будем тестировать в башеньке вот, как раз у нас обычная башня будет завтра я запишу эту серию а мы давайте пока тут соберем то, что нам дали ставим на 3 часа и идем сделаем 2 боя так, ждем противника так так, так и так ну, мегалазух, давай я все время его пробую пробуем так, ну вот у нас горгазух против мегалазуха 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ну, да удар с усилением это была контратака и теперь мы поставили щит ну, то есть мы ему сняли столько же, сколько он с нас практически да, он 1200 снял и мы с ним 1200 сняли а вот это плохо блин эх ну, да не доглядел что-то я про этот удар ну, ладно пока что мегалазуха я не вкурил эм галимим опять же может его если я смотрел какие-то зарубежных ребят и его хвалили вот галимима хвалили но только на высоком уровне там так но это чудище наш не пробьет ну, вот за это да а теперь ну, как обычно сейчас его съедят у меня он что-то как-то очень редко короче пользуется своей невидимостью ребята так, ну заведомо принимаем на себя один удар броня броня наш спасла в этом плане так, кто у него теперь есть мы сейчас его-то парализуем это стегич ах ты ж блин так он меня пробьет у него 800 сила удара ну и броня нас не спасет ну, можно было попытаться подмениться ну да ладно ничего страшного это первый проигрыш не знаю за сколько боев последних ладно идем дальше уже у меня ребятки сейчас 10 часов вечера так что я подустал так сказать но Серику просто надо было записать потому что эта башенька Терекса пропадала сегодня уже давайте с новыми глазу обычно кого берешь первым тот и умирает сразу ингонус так ну у него нету давайте от него попробуем щит поставить ну нельзя здесь не показывает какой урон мы нанесем так полтора уклонился и пробил нас и уклонился от атаки от контратаки вот мне так бы повезло ну все чао какао индоминус может даже следующую атаку переживем если это не будет какой-то раптор бронебойный но у нас же и броня то ага брони брони нет я все время думаю что у крокодилов броня должна быть но ее нет ну пробил нет слабачок ты меня разочаровал это был просто контратака на 900 и удар на 1400 ну так вроде неплохо смотрится мегалозух правда ведь так постиметродон что у него там есть сквозь сквозь щит у него есть удары ну это будет сейчас изи с этим разобрались второго снизили урон парализовали и добили здесь будет легко со стега цератопсом а у него очищающий удар да есть нету удара очищающего но есть замедляющий но это нас не волнует у нас есть опережающий паралич так ну сейчас нам прилетит тоже из-за замедления просто мы не походили второй раз так добили о как прекрасно продержался это зинорап правда ведь может попробуем галимимуса взять ну точнее мономимо давайте попробуем вместо кого мы возьмем мономимо ну давай вместо тебя но это еще при условии что он нам попадется так седьмая арена бой номер три не попался нам ну давайте возьмем шустрика перри татар так против мегалозавра пятнадцатого левела так что у него есть если выживет есть контратака есть полтора урона щит ну конечно же рапторам нужно снижать урон очищения у него нет иммунитета нет это была контратака теперь он ставит 50% защиту так что мы можем предположить но это сквозь вот это что ну а давайте так попробуем мы переживем его следующий удар хочется сделать вот так а может и не переживем блин ладно я так думал сберечь вот этот самый сильный удар но не получилось так пирораптор против пирритатора ребятки а и это чудище быстрее нас 129 а мы 128 это обидно получилось вот так вот более примитивное существо победило более эволюционно развитое существо так стега дей 19 блин у него сейчас есть удар с очищением но хорошо что нет контратаки на контратаку так что он это сделал это сделал это сделал него сейчас есть с обходом брони ой больно ударил то контратака и сам удар но куда конечно фигню короче нанес но нам по барабану мы и так медленно и как бы один ход пропустили ну и фиг с ним дальше нас уже не замедлишь ну щиты броня конечно да хорошо его спасает пробьет пробил таки гаденыш мелкий так опережающих у него нет тогда до свидания как раз идеальный удар был 647 моник но монику ничего не светит один удар мы пробиваем у нас 1800 с чем-то там было нам да 1848 ну и прекрасная победа вот такие вот в общем то дела ребят так что раджика ждите в следующей нашей серии хотя так вот все же удары удары не посмотрел так одиннадцатый вот давайте посмотрим на его удары так он из него делается раджа килозавр так двушечка у нас жизни удар слабый значит стопудовый из контратака скорость просто днище так нанесение урона сам со щитом и 60 процентов на крит плюс 20 вот это классно практически 80 процентов будет крит ну и есть пассивочка контратака ну такой себе эпический динозавр так череп череп раджазавра украшен заметными выростами ты мне уже ребята язык заплетается так как и в случае с родственниками этого ящера карнотавром так они позволяют узнать узнать своих на расстояние вот так ну да есть немножко есть немножко и раджа килозавр это у нас анкелозавр эпический и раджазавр для которого нужен пятнадцатый уровень у нас у меня их пока что нет вот такой вот раджа килозавр из него делается диараджазавр это у нас будет уникальное существо кентразавр как я говорил у нас их есть но на двадцатый левел это вы что смеетесь ну создать уникальное существо ну вот кого мы можем создать скоро это индораптора а дальше это очень очень тяжело и очень долго ребята а на этом все всем спасибо и до скорых встреч